здравствуйте дорогие друзья с вами татьяна башмакова канал ваша дача и сегодня мы с вами будем определяться с наилучшими посадочными днями февраля месяца 2023 года я по ходу своего рассказа обязательно буду называть растения которое надо посеять именно в этом месяце и расскажу какие работы можно сделать в этом месяце назову для этого самые лучшие дни первое что хотелось бы сказать это назвать неблагоприятные дни в которые нельзя сажать ничего в этом месяце прям прямо нам повезло всего три неблагоприятных дня самый посадочный месяц и самое маленькое количество неблагоприятные дни не планируем ничего на 18 19 и 20 февраля в остальные все дни можно проводить работы но надо помнить что вот полнолуние 6 числа и день до него 5 числа в эти дни нельзя делать никаких обрезок нельзя делать пересадок с открытыми корнями если уже есть большая необходимость но только аккуратную перевалку без нарушения корней и без прищипок и обрезок теперь перейдем к самым хорошим дням самого начала месяца второе третье и четвертое число очень благоприятные дни для всех растений луна растущая но мы не обращаем внимание растущие любывающие выбираем самые хорошие дни и дальше 10 11 12 13 тоже очень хорошие дни для посева замачивания разных растений в первой половине февраля можно уже посеять из овощей перцы и баклажаны но из не досвечивать их сильно не то если хорошая всхожесть свежие семена не могут перерасти даже если вы их посадите в первой половине поэтому лучше сеять не в самом начале а вот 10 11 самые лучшие дни для перцев баклажана 12 13 из цветов что 7 1 половине катарантусы катарантусы особенно ампельные растут очень медленно ну а остальные они бывают быстро растут бывает медленно поэтому обязательно их 7 кто еще не посеял пеларгонию не поздно можно было и в январе можно круглый год февраль самое такое хорошее время она хорошо вырастет и не высадите прекрасные кустики уже прищипнуть можно будет даже гацани тоже растут долго не перерастают поэтому это не рано и не поздно а именно самое время в начале февраля очень хорошо и все кто выращивает ромашки равиолу тоже в начале месяца 7 ромашки хризантемы колокольчики только многолетние персиколесные или карпатских тоже хорошо сеть в это время ценерарию кто выращивает очень люблю этот цветок ценерарию приморскую тоже она растет довольно долго поэтому и лучше сеть в начале февраля и потом пикировать в ящички но подробно о каждых растениях я буду вам рассказывать в отдельных видео про растения возвращаемся к нашим благоприятным дням следующее после 13 16 17 очень хорошие дни и уже после неблагоприятных 21 24 25 и 26 это все очень хорошие дни для любых растений зелень тоже лучше сажать хорошие дни чтобы она быстрее выросла если вы выращиваете зелень на окошках витаминную что 7 еще в этом месяце обязательно сеем петунии феврале но петунии я вам уже много раз говорю и петунии вот у меня например здесь многоцветковые их лучше в конце февраля 7 20 числа но и ампельные осталось ей тоже в это время для своего сада чтобы они не перерастали но петунию можно сеять весь февраль можно сеять и в начале благоприятные дни а именно только в конце это вот львиный зев средний и низкорослый причем низкорослый надо сеять попозже вот например такие сорта карликовая как сейчас продаются продают всего лишь по 10 семян очень мало и они не все всходят поэтому их лучше посеять феврале его можно в марте 7 лучше посеять феврале в конце февраля и потом по одному по пикировать и будет прекрасные кустики тоже феврале сей лобелию раньше села в начале февраля сейчас и в конце февраля лобелию не поздно посеять и в марте хорошо так как я сею без пикировки уже много лет очень мне нравится видите даже много покупают чтобы без пикировки прям в ячейке ну конец февраля хорошее время буду сеять в конце февраля бальзамины бальзамины тоже им показал же растут у меня ну теперь их надо спешить пересаживать а вот самое время их посеять в конце февраля прекрасно будут развиваться это если вы не для комнатного выращивания для комнатного выращивания можно сеять в любое время круглый год а именно для улицы лучше конец февраля как раз хорошо они подрастут и высадим их как раз в той поре в которой они будут хорошо развиваться на улице напоследок хотелось бы сказать что не нужно сеять не нужно сеять астров очень рада гератум и еще многие цветы георгины тоже я стала сеять в марте которые быстро растут перерастает и мы им только навредим рудбеки на рассаду тоже лучше сеять в марте тогда она хорошо и безболезненно примется в грудь и будет хорошо развиваться все эти же дни которые я назвала хороши для пересадок растений но лучшее время все-таки пересаживать растения на убывающей луне убывающая луна в феврале это вот с 8 и по 19 февраля вот в эти дни лучше всего пересаживать растения лучше принимаются быстрее развиваются и обрезку тоже лучше делать на убывающей луне пожалуйста учитывайте это в конце февраля уже хорошо посеять лучше вначале замочить томаты но это только для тех у кого есть возможность в начале мая высадить уже на постоянное место закаленную рассаду лучшими днями для томатов является 24 25 и 26 февраля на сегодня это все я назвала вам самые лучшие дни растения конечно не все называла пишите растение которое вы хотите вырастить и затрудняйтесь сказать какие сроки лучше для его посева а я с вами на этом на сегодня прощаюсь всем желаю легкого выращивания хороших результатов